Встреча с президентом страны Владимиром Путиным Почему это произошло, кто может составить конкуренцию нашему губернатору На выборах, которые пройдут уже в сентябре этого года Мы сегодня говорим с известным оренбургским политологом, доктором философских наук Профессором Оренбургского института Московской юридической академии Мариной Станиславной Солодкой Марина Станиславовна, здравствуйте Добрый день Марина Станиславовна, уже задал вопрос, первое, что приходит на ум Губернатор еще в марте сказал, что выборы будут в 2015 году Вот эта неделя нам показала, что все-таки политическая жизнь меняется Вея не меняется И выборы уже ставятся 14 сентября этого года губернаторский Вот почему все-таки, как вы думаете, Юрий Берг и Кремль пошли на это? Ну, я приведу некоторые аналогии Еще, наверное, в марте мы были большими друзьями с Украиной А он сейчас злейшие враги Это по поводу того, почему Юрий Берг в марте говорил, что выборы будут в 2015 А сегодня мы узнали, что будет вот через три месяца, буквально в сентябре, мы будем выбирать нового губернатора То есть, здесь связь прослеживается? Ну, я думаю, что безусловно прослеживается То есть, политика, да, в этом отношении, я считаю, она во многом продиктована, в частности, экономикой И поэтому, собственно, Юрию Бергу говорили Да, будет некое осложнение на выборах его в 2015 году Это связано с тем Нет, это просто связано с тем, что мы еще выбираем большинство муниципальной власти Потому что и в Оренбурге будут выборы, да, вот муниципалитеты будут тоже там представительные органы власти Будут избираться в 2015 году И фактически мы бы получали выборы два в одном Выбираем одновременно губернатора и выбираем одновременно представителей в муниципальную власть И кто-то вообще считал, что выборы вот таким пакетным соглашением, да Когда ты одновременно выбираешь и губернатора, и представителей муниципалитета Ну, грубо говоря, вот Мещерякова Вернее, главу муниципального образования города Оренбург Мы тоже будем выбирать как бы вместе И в связи с этим еще как бы говорили, что лучше бы было разделить эти выборы Отдельно выбирать губернатора и отдельно выбирать муниципальную власть Хотя, на мой взгляд, технически это особой бы проблемы не представил И именно поэтому решение Оренбургского губернатора о том, чтобы он сложил с себя свои полномочия Для того, чтобы избираться не в следующем году, когда, возможно, ситуация будет еще хуже А я могу привести здесь пример, который буквально сегодняшний, вчерашний Когда можно продемонстрировать, как какое-то одно событие коренным образом меняет расклад в отношении населения власть Печальное событие в Турции, мы знаем, когда на шахте погибло там свыше 200 шахтеров Сегодня уже объявлено, что профсоюзы Турции поднимают большую забастовку И забастовка в основном будет направлена против властей Турции Вот вам, да, как бы некие события А мы знаем, что у нас производство фактически стоит То есть если есть какой-то прирост, и это данные Росстата, это как бы не выдумки врагов Мне кажется, что власть просчитала и сказала, нет, ребята, давайте попробуем Пока, пока еще ситуация коренным образом не изменилась, и дай бог не изменится Давайте мы все-таки вот хотя бы губернаторов Понятно, что президента, конечно, в первую очередь волнуют губернаторы Да, как свои, да, посланники на местах, на территориях Вот, и мне кажется, что вот то есть самое печальное для меня в этом И я думаю, для населения тоже Это вот такой своеобразный указатель, что, ребята, вообще будущее нам особых оптимистических перспектив не осулит Но это тем более понятно, что не только Оренбургская область, да, будут досрочные выборы Совершенно верно, целый ряд регионов России в том числе будет Вы правы, здесь, конечно, можно себя немножко утешить и как бы сказать Нет, возможно, все не так страшно, как может показаться Возможно, просто всех губернаторов решили причесать под одну гребенку Раньше они вольны были, как самостоятельные субъекты, хоть в чем-то Выбирать, в какого цвета пиджаках они будут ходить То как бы сейчас, когда уже сама тенденция обозначилась То есть у нас не первый губернатор, у нас уже порядка 10 губернаторов Не считалось, сколько точно, но уже под 10, да Которые объявляли о своем досрочном прекращении полномочий в связи с тем, чтобы пойти на выборы И в этом отношении чисто статистическое, да, как бы некое большинство губернаторов Которые должны избираться в 15-м году, уже сложили полномочия И Владимир Владимирович принял их отставку И они будут избираться в сентябре И мне кажется, ну, как бы если утешать себя, то можно сказать Ну, конечно, тогда губернатор Оренбургской области были бы вопросы Почему все сложили, а он не сложил Ну, можно себя как бы этим тоже немножко утешить Просто сделали некую унифицированный подход Один из плюсов, может быть, я не знаю, или как это можно сказать Аналитически, то, что Юрий Александрович Берг получил поддержку президента Это все-таки дает, наверное, основание, что он поддерживается Москвой И, значит, федеральный центр достаточно хорошо относится к нашей региональной власти И, в общем, будет поддерживать, может, каких-то, может, даже трудных моментов Ну, я как бы желаю, чтобы Юрий Александрович поддерживала московская власть То, что, помните, Путин пожелал Юрию Александровичу успехов В этом отношении я как бы не помню, кому Владимир Владимирович не желал успехов Даже своим врагам он их как бы желает Но вопрос, да, вопрос, а что действительно, какой, если не золотой дождь Что хотя бы какой дождь прольется на Оренбургскую область Который, в принципе, достаточно, да, если бы налоги все оставались, наверное, у нас Ну, к сожалению, к сожалению, да, вот как бы несмотря на то, что мы регион-донор Тем не менее определенная даже финансовая поддержка центра нам всегда нужна И она нам нужна даже не столько вливание прямых денег на поддержание некоторых штанов Как это такая благость, да, от Владимира Владимировича Юрия Александровича Подарочек к избранию Я думаю, что для нас было бы гораздо важнее Хотя здесь уже это не благость Владимира Владимировича Это уже деятельность, скажем, и аппарата, и правительство в первую очередь Которое возглавляет все тот же Юрий Александрович, пока И как бы насколько правительство сумеет использовать потенциал, если он есть Связи некоторых, да, скажем, такого доброго или благополучного отношения с федеральным центром Для того, чтобы включиться в федеральные программы Ведь это не секрет, что в нашей области по сравнению с той же Башкирией, с тем же Татарстаном С той же Самарской областью реализуется крайне мало федеральных программ Я уже не буду перепевать здесь тему о том, почему тут та самая трасса там из Китая, да, в Санкт-Петербург Вообще проходит какими-то окольными путями Она больше пройдет по Башкирии, чем по территории Оренбургской области Сейчас в первую очередь, мне кажется, это будет головная борь Юрия Александровича Она у него уже есть, но она только усилится Это Восток области, это его родной Орск Это металлургия, в смысле, это экономическая база Не только Орска, к этому нельзя относиться, к Оренбуржу Ну и пусть, как бы, и пусть Орск и Восток вместе с ним загибаются дальше Потому что у нас с ними общий бюджет, у нас с ними общие проблемы И если у них будет плохо, то это будет плохо всем, в том числе тем, кто живет в городе Оренбург Да, это действительно серьезная проблема И поэтому я не знаю, насколько Владимир Владимирович будет в этой теме То есть, насколько Юрий Александрович получит какую-нибудь существенную поддержку Хотя бы в разговоре с владельцами, крупными владельцами тех самых металлургических предприятий Востока нашей области Насколько пойдут инвестиционные проекты? Марина Станиславовна, такой вот вопрос конкуренции Сейчас понятно, что скоро начнется предвыборная кампания Сейчас мы уже увидим, наверное, какие-то знаковые фигуры Которые попытаются стать конкурентами для Юрия Александровича Берга Кого вы видите? Потому что некоторые фигуры уже понятны, но тем не менее Может ли появиться какая-то другая альтернативная фигура? У вас такая хорошая прозвучала оговорка Попытаются стать конкурентами Она мне очень понравилась Конечно, мы, безусловно, наверное, должны говорить здесь Если о возможных конкурентах Вернее, как о возможных кандидатах Которые включатся в борьбу за губернаторское кресло в нашей области Конечно, это, наверное, в первую очередь Сергей Михайлович Катасонов По крайней мере, Сергей Михайлович этих амбиций не скрывал Я не знаю, у него, конечно, тоже могло кое-что измениться в последнее время Может быть, Сергей Михайлович станет большим патриотом И, может быть, его, как бы, уговорят На волне патриотизма определенного Как раз не вносить конкуренцию в выборы Тем более, выбрана эта кампания Еще раз напоминаю, это июнь, июль, и август И нам обещают аномальную жару И как бы, а где будет тогда проходить привычная агитация? На дачных участках На мой, так бы, взгляд Человек, который имеет отношение к некоторым политтехнологиям Привычные встречи во двориках Ну, если что, там часов в 12 ночи можно будет проводить Или, скажем, какие-то массовые мероприятия Как то, там, я не знаю, слет выпускников каких-нибудь Или балы там выпускные, которые пойдут Это все тоже будет там достаточно жарко И, главное, народ будет в такой эйфории Что он особо будет не замечать Чем он будет сдобрен, этот пирожок Ну, оппозиция вообще сможет выставить этого кандидата? Вот вы упомянули фамилию Катасонова Или они все-таки пойдут каждый по своим партийным тропам? А вы знаете, ведь самое печальное И одновременно смешное до сих пор Что это будет решаться не на уровне региональных лидеров партий И там, где региональные лидеры партии, возможно, и видели бы смысл И даже видели бы компромисс, объединение вокруг единого кандидата А мы с вами наблюдали, как они, в общем-то, находили иногда Находили, несмотря на некоторые разногласия в позициях Они находили возможность объединиться И они выигрывали И можно привести здесь выборы в других субъектах федерации Например, в Новосибирске недавно прошли В Новосибирской области Когда победил не кандидат от партии власти А победил кандидат от оппозиции Это депутат Госдумы от КПРФ господин Локоть То есть возможность, совершенно верно, выборы мэра в Новосибирске И в этом отношении, то есть, как бы еще раз Объединение оппозиции иногда, когда региональные Они могут найти, они видят общий интерес Региональные лидеры региональных отделений каких-то партий Но мы прекрасно понимаем Следуя замечанию, которое Виктор Степанович Черномырдин, покойный, привел Какую партию они строим, получается КПСС У нас у любой партии сейчас основной принцип Это принцип демократического централизма Решение принимает Москва И вот московские лидеры У них разные обязательства перед Владимиром Владимировичем И у Владимира Вольфовича, как мы видим Он отрабатывает определенные задания А сейчас Сергей Михайлович, он человек дисциплины Мы это видели Он даже по каким-то вопросам, когда голосовал Он не скрывал, это была позиция партии И как член партии я должен был голосовать именно так И в этом отношении, да, вот еще раз Объединяться, не объединяться Все зависит от того, какие задачи перед лидерами Федеральными лидерами оппозиционных партий Будут поставлены Владимиром Владимировичем Спасибо, Марина Станиславовна Ну, я думаю, это лето будет не только жарким по погоде, но и с точки зрения политики Да, по политическим баталиям, конечно Спасибо, гостем в студии была Марина Станиславовна Солодкая Политолог, профессор Райенбургского института Московской государственной юридической академии Мы говорили о предстоящих досрочных выборах губернатора Райенбургской области Всего вам самого доброго, до свидания До свидания, всего доброго И чуть-чуть охладиться у лета Спасибо